так добрый вечер мы как всегда с молитвы начинаем с вами новую книгу очень трудную объемную называется деврея мим по-русски обычно переводится как книга хроник практически она является последней во всех книгах танаха завершает писание мы знаем что все книги делятся на пророческие написания так вот и деврея мим завершает писание хроники первые и вторые то что называется первая книга и вторая книга алиф и бет на иврите они подводят итог всему когда она была написана эта книга и что она и какие цели она ставит перед собой можем представить себе примерно книга была написана фактически эзрой или под его руководством и она представляет собой историю человечества конечно концентрирующиеся на истории еврейского народа и даже еще больше концентрирующиеся на истории иуды и начиная от адама и фактически до разрушения первого храма до начала возвращения избавили из вавилона мы знаем что эзра учился у пророка бен-нури который свою очередь учился у еремиягу пророк еремиягу последний пророк фактически времени первого храма после разрушения храма пророчества и тихискель а вот в период целого храма и ремиягу он кроме всего прочего является редактором всех первых пророков и собрал все записи и начал подготовку к систематизации этих записей возможно завершил трудно представить себе и ремиягу как мы знаем против своей воли попал в митраем в египет его туда увели и с ним туда же попали все его работы все его свитки которые он унес с собой эти свитки бару 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 бен-нури принес бавиль принес вавилон и они перешли к эзра который и занялся тем что называется канонизация пророческих текстов однако эта работа продолжалась довольно долго эзра его возможно не завершил и вот ты им несколько трудов он составил сам это книга эзры и нехемии и это книга деврея и мим книга хроник какую цель она ставит перед собой вроде бы она начинает повторять тору по крайней мере в историческом плане вот адама через ноха к аму через колено которые были в египте и однако при внимательном рассмотрении мы можем представить себе что книга хроник не является повторением а скорее дополнением каким-то не прожектором который высвечивает события под несколько иным углом чем первые чем первые пророки что интересует книгу хроник что интересует эзру несколько моментов мы представляем себе прежде всего что не о втором храме говорится что величие этого дома второго будет больше чем величие дома первого и с какой же это точки зрения мы представляем себе что храм был моли более более менее значительным зданием представлялась себя аж хина божественное присутствие не было столь значительным как в первом храме в чем же вот это величие больше чем первого храма второго храма больше чем первого храма и это весьма однозначно это известность среди известность среди народов распространение распространения иудаизма вера в единого Бога, оно оказалось более существенным во втором храме, чем в первом храме, несмотря на все усилия царя Шламо, народы мира не очень-то восприняли идею единого Бога, не отказались от этого поклонства, но во втором храме уважение ко второму храму было очень значительным, все, не все, а многие цари, в том числе и римские императоры присылали свои жертвы в храм, считали для себя благословением, если жертва от них будет принесена в храме. Идея иудаизма распространялась во всем мире, и несмотря на такую видимую или временную победу эллинизма, мы представляем себе, что иудаизм все-таки завоевал в себе мировую арену, и в Римской империи, в период Римской империи было очень-очень много геров, тех, кто принимал иудаизм совершенно искренне, были кто не искренне, но таких было меньшинство, и как бы статистика говорит о том, что возможно около 20% населения Римской империи были евреями, как евреями, так и принявшими иудаизм. И в этом плане значение второго храма, величие второго храма, оно было больше, чем первого храма. И мы видим, что нацеленность Эзры с самого начала, когда он начинает с Адама, пропуская те звенья, которые не дали положительного эффекта в истории, скажем, как звено Каина, он нацелен на влияние на все человечество. Если в Торе говорится «Эсефер Толдот Адам», это книга родословная Адама, то Эзра как бы подхватывает эту линию и ведет ее планомерно. Это одна направленность – широта Торы, влияние на весь мир, показать, что все человечество происходит от Адама и должно прийти к какой-то общей точке в конце концов. Другая тема – это подчеркнуть значение Иуды. Мы понимаем, что колено Иуды, оно осталось единственной структурой, которая продолжала иудаизм, которое понесло иудаизм дальше, и только на него была надежда, что оно может повлиять на весь мир. Мы не говорим о колене Бениамина, которая присоединилась к нему, мы не говорим о той части десяти колен, которые в несколько периодов, в несколько раз при некоторых обстоятельствах перешли к колено Иуды. Это было происходило и при отделении десяти колен, когда часть людей перешла в колено Иуды, чтобы не оставаться в Северном Царстве. Это произошло и при возвращении из Вавилона, когда часть десяти колена вернулась в Иуду и заселила свои города на Севере в Шамроне, но как структура, как единая структура, скажем, если так можно сказать, задающая тон, безусловно, это было колено Иуды. Если бы не колено Иуды, невозможно было бы двигаться дальше. Это еще одна задача Эзры – показать, провести вот эту линию колена Иуды, сконцентрироваться на его истории. Есть еще одна сверхзадача у Эзры – это рассказать родословную царя Давида и потомков царя Давида. И мы понимаем, что это очень важная задача, потому что при возвращении из Вавилона не было восстановлено царство, никто из потомков Давида не занял главенствующее место или, попросту говоря, не стал царем. Такую попытку сделал народ в период первого возвращения во времена Корыша в 370 году до этой эры, когда первый исход из Бавиля возглавил Зарубавель, внук царя Ихонии, но впоследствии ему не было дано стать царем. И для того, чтобы поддержать веру в то, что союз Всевышнего никогда не будет нарушен, что потомки Давида будут праведными царями над Израилем, Эзра проводит вот такую линию родословной царя Давида. Еще один момент, который отличает книгу Еврея и Мим, книгу Хроник, это критика по отношению к царям первого храма, упрек, серьезный упрек к царям, которые вместо того, чтобы укрепить не все, безусловно, цари, но как бы, если взять сумму, суммарную, какую-то составляющую, то мы видим, что цари вместо того, чтобы укрепить страну и возвысить ее духовно, они ввергли ее в идовое поклонство и привели к разрушению, привели к изгнанию. Эзра так и рисует картину. Большое значение Эзра уделяет народу и даже отдельным людям, стремясь подчеркнуть, что не все далеко процессы начинаются сверху, со стороны правящей верхушки. Многие из них идут от народа. И часто простые люди являются той составляющей, которая задает и правильный вектор, и поддерживает царство. После такого короткого введения мы с вами можем открыть книгу Деврея и Мим и постараться представить себе, что в ней происходит конкретно. Для этого я сейчас сделаю шер и сделаю так, чтобы вам было видно текст и картинки. И вот мы с вами открываем книгу Деврея и Мим, и мы видим здесь «Адам», «Шет», «Инош», «Кинан», «Малалель», «Ерет», «Ханох», «Митушелах», «Лемех», «Ноах», «Шемхам» и «Ефет». Мы представляем себе сразу, видим очень легко, что вся история Каина и Эвеля, она просто пропущена. Мы можем вспомнить, что Наоми, жена Ноха, она была из потомков Каина. Все это возможно, но по большому счету ни Каин, ни Эвель не повлияли на все человечество. Все, что было создано до потопа, как мы представляем себе, было разрушено, все, что было создано Каином, давлеющая как бы сторона цивилизации была со стороны Каина, все это было разрушено, и мир начался сначала. Про Адама говорится, что он родил Шета в 130 лет, и говорится, что он родил Шета по образу и подобию. Отсюда мы можем представить, что до этого Адам не мог родить по образу и подобию, и, как говорит Митраж Берешит, у него рождались либо руход, либо шедим, либо духи, либо то, что по-русски говорят черти, нечистая сила. Это не важно, как это на самом деле, но мы понимаем, что Адам не хотел прихасаться к Хаве, и Хава после убийства Каина и Эвеля отстранилась от Адама, и потребовалось 130 лет для того, чтобы они поняли свою задачу привести в мир сына, который будет его основанием. Шет — это основание, основа, не Эвель и Каин, не стали основой мира. И Шет — человек праведный, который, безусловно, сделал много для того, чтобы заложить положительное начало человечества, и у него рождается и нож. И нож сам по себе, как мы представляем, это некоторое уменьшение, да? Есть тишь, человек, имя большое и великое, и нож — это нечто более, скажем, мелкое, чем человек. Так, по крайней мере, слышится из этимологии, скажем, этого имени. И то, что происходит во времена Иноша, действительно, у людей не хватает широты мышления, воображения, умственных способностей, которые требовались, наверное, немалые, для того, чтобы удерживать правильные представления о Всевышнем, они начинают сначала называть созвездия именами Всевышнего, для того, чтобы благодарить Всевышнего за то благо, которое он дает им, созвездия воспринимаются как потоки света, определенного света, который дает благо людям, и за каждое из этих протоков они хотят благодарить его и называют именами Всевышнего созвездия. Очень быстро они приходят к тому, что они начинают видеть в звездах самостоятельные каналы, которыми, как они полагают, можно управлять и получать дополнительное шефа, дополнительное благо от излучения звезд. И начинают молиться звездам, начинают приносить жертвы звездам, рождается то, что на иврите называется «авудаткахавим» — служение звездам. Так что Инош — это начало идовопоклонства. Говорят, что то, что сначала сделало это поколение, трудно назвать идовопоклонством, но это некоторая ограниченность мышления и первый шаг к тому, чтобы возникло поклонение идолам. То есть они присвоили звездам имена Всевышнего. Грань очень тонкая и понятно, что она была передана. Итак, вот эта малость, незначительность, о которой можно говорить, она отражена в имени Инош. Шет — основа, он заложил многие основы, но Инош он как бы все уменьшил, все свел к более примитивным представлениям, и это было решающим для последующего развития человечества. Если говорить о времени возникновения человека, сотворения мира, то этот разговор долгий, и я бы не хотел его здесь начинать, но хотел бы обратить ваше внимание лишь на такой факт. В общем-то, до последнего времени, да и сейчас, наверное, скажем, наш взгляд назад в наше время делится на доисторический период и исторический период. Исторический период фактически занимает не больше шести тысяч лет, хотя его постоянно пытаются расширить, и говорят о существовании городов, и десять, и восемь тысяч лет назад, и десять тысяч лет назад постоянно эта цифра расширяется. Вот считают первым городом цивилизации, как ее называют, глиняные, еще цивилизации, это Ерехо, и приписывают восемь тысяч лет, Ерехо и так далее. Все это замечательно. Мы знаем, что есть проблема, что с точки зрения Тора мир существует шесть тысяч лет, сотворен шесть тысяч лет назад. Не будем вдаваться в эту полемику, а только обратим внимание, историческим периодом называется период, когда нам известны какие-либо события. Можно раскопать кости и датировать их миллион лет назад, и найти наскальные рисунки и так далее, но мы не знаем о том, что делали эти люди, как они воевали друг с другом, когда начинали войны, когда заканчивали, кого любили, кого убивали. Ничего мы практически об этом не знаем. Историзм начинается, в общем-то, скажем, по крайней мере до недавнего времени, считалось с великого переселения народа, которое произошло с четыре с половиной тысячи лет назад. Это расселение было со стороны, с территории современного Ирака. В любом случае, древние цивилизации не насчитывают больше четырех тысяч лет, и совершенно, как бы для историков, непонятно, откуда они берутся. Когда я учился в школе, и была такая детская энциклопедия, которая, наверное, сегодня уже устарела, то в историческом томе этой детской энциклопедии из такой желтой обложки, там между неандерцальцем и цивилизациями, первыми цивилизациями, такими как игийская цивилизация, шумерская цивилизация, стояла такой значок, похожий на обозначение бесконечности. То есть то, что между неандертальцем и первыми цивилизациями, совершенно неизвестно. Адам, как по нам говорит Медраж, «The Sefer told God Adam», это книга «Продословные Адама», он получил большие знания непосредственно от Всевышнего. Кроме того, что ему были даны семь заповедей, семь заповедей, которые впоследствии называют семь заповедей Ноха, кроме этого ему даны были большие знания. Кстати, тоже всегда, когда мы говорим о каком-то понятии, это понятие может принимать совершенно как бы разные формы в разные эпохи. В нашу эпоху семь заповедей Ноха это одно, в эпоху Вавилонской башни это другое, для Адама это было нечто совершенно иное. Если мы берем как бы духовный пласт, пласт духовного мира, то там в основном и находились как бы вот эти заповеди, заповеди Адама, как, например, не отрываться от дерева жизни. Это было как бы одно из заповедей, которые можно в каком-то виде назвать заповедью сыновей Ноха, если смотреть на дальнейшую перспективу, на дальнейшее развитие. И основные знания, которые были у человечества, может быть, не знаю, как бы, как тут сказать, до, скажем, до технической революции, и да, может быть, и сегодня основные знания о природе, они передавались от Адама. Передавались от Адама, и способность человека влиять на природу, самое разное, и понимать ее тончайшие структуры природы. Все, что мы сегодня можем наблюдать, эти знания у разных народов, все это идет от Адама, через Шета, через Эноша. Так что мы вот видим здесь такую картину. И поэтому вместо спора о том, когда был сотворен мир, нужно представить себе, что, скажем, исторический период, человек как сознательный, он существует не больше шести тысяч лет. Интересны самые разные факты, скажем, когда вот откапывают мумии, будь то в Египте, будь то в Китае. Никогда ни одна мумия не была датирована выше, дальше, чем шесть тысяч лет назад. Это то, на что настоило бы обратить внимание. Адам, Шет и Нож. И то, что нам, наверное, дальше в плане книги интересно будет, это Ног, Шем, Хам и Яфет. Давайте мы попробуем чуть-чуть увеличить текст, чтобы вам было удобнее читать. Ног, Шем, Хам и Яфет. Давайте посмотрим, как Тора и как Геврейх Ямим смотрят на расселение народов, как мы можем представить себе на основе этих двух книг. Вот мы возьмем с вами Прежде всего, может быть, то, что я вам забыл сказать, вот мне рисунок подсказывает. Очень интересный факт, что в районе Эйнгеди, фактически в древнем поселении Эйнгеди, была раскопана синагога, в которой приведен посылок, отрывок, стих из Деврейх Аймим, из книги Хроник. Мы здесь видим, можем с вами прочитать. Адам, Шет и Нож, Кинан, Михаларель. То, что мы с вами читали в тексте. Здесь мы видим на Эйврите, изображено на мозаичном полу. Это очень-очень интересно. Возможно, что в Эйнгеде существовала какая-то традиция, что это одно из первых поселений в мире, и как бы оттуда пошло человечество. Возможно. Возможно, поэтому и такое отношение к книге Геврея Аймим. Теперь дальше. Если мы попробуем с вами представить себе, попробуем представить себе описание Торы, как делится, как распределяется Земля. Тора, если вы помните, она дает разделение всей Земли, как бы заранее разрезая поверхность Земли для дальнейшего расселения народов. Она дает это в таком плане рек, направление рек. И, скажем, да, есть четыре. Из Эден вытекает река, и эта река разделяется на четыре рукава. Можно представить себе, что она разделяется на эти четыре рукава не где-то на поверхности Земли, а где-то либо в духовном мире, либо где-то под землей. Трудно сказать. Но мы видим эти основные реки. Здесь вы угадываете их контуры на этой карте. И эти реки не выходят из одной точки. Но, кроме того, эти реки, они характеризуют и направление развития всего человечества, как бы намечают какие-то характеры дальнейшие народов. И эти реки – это Хидекель, как вы помните, река Прат, и река Пишон, и Гихон. Вот здесь Гихон и Пишон – это, по всей видимости, Нил в верхнем его течении и в нижнем его течении. Мы помним, что Нил в верхнем его течении называли белым Нилом, а в нижнем его течении – течении голубым, потому что в верхнем течении Нил стекает с гор, вода несется довольно быстро, есть пороги, и цвет воды преимущественно белый, в отличие от более спокойного течения его в дальнейшем. Но как бы сами названия Гихон и Пишон. Некоторые говорят, что Гихон, что Нил – это Пишон, или Шихур, вот в другом названии, которое дает ему Тора, вот остановимся на Пишон лучше, и что Гихон – это источник, который бьет в Иерушалаяме. Вот попробуем представить себе, что говорится об этих реках, прежде всего их название, Прат, как бы основная река, от плодородия, Пуре, плодородная, то есть как бы основное направление развития человечества, возделание почвы, выращивание плодов, плодородия, экономический успех. Но рядом с ней находится река, которая называется Хидекель, Хад-Викаль, острая и легкая. Она намекает на то, что часть народов будет перемещаться легко и быстро, и будет кочевниками, и будет кочевниками и воинами. И, скажем, если мы говорим о Пишон, если мы говорим о Пишон и Гихон, то здесь это река или две реки, они огибают землю Хавила и землю Куш, землю, которая полна богатством, полна золотом, и Куш, земля, которая, в общем-то, предполагает, наверное, некоторый такой застой и отсутствие развития, но покой. Вот, скажем, да, вот такие, как бы, мы видим линии направления, направления развития человечества, возделания почвы, кочевники, легкое перемещение, богатство и стремление к стремлению к спокойствию. Скажем, да, посмотрим, как расселились народы, как расселились народы после потопа, и какой характер, какой характер был у народов. Мы уже упомянули Шема, Хама и Яфета. Можем на Шема, Хама и Яфета, и понятно, что можно говорить о потопе и о разделении земли между народами после потопа. Вот мы возьмем с вами такую, возьмем с вами такую карту, да, которая нам как бы прочерчит три круга, пересекающихся в одной точке, или три полукруга, и скажет, что первый как бы полукруг, который охватывает Равийский полуостров, охватывает значительную часть, значительную часть Малой Азии, да, это место Шема, да, Шем, как мы представляем себе, да, это имя, но что значит, что значит имя на иврите, имя это, имя это цель, да, как иногда спрашивают, ли Шема, для чего, да, вот из этого как бы выражения, для чего видно то, что слово Шем можно перевести как цель, и у, по идее, у этой группы народов должно было бы быть знание, для чего существует человечество, его корень, его взаимоотношений со Всевышним, его, скажем, направленность человечества, это все, направленность развития человечества, это все должен был бы создавать Шем, да, Яфет, как мы с вами представляем себе, здесь мы видим еще один, давайте попробуем увеличить, да, вот, здесь мы видим с вами еще один полукруг, который как бы открыт на, открыт на север, и понятно, что он уходит в, захватывает часть Малой Азии, уходит в Европу, да, это Яфет, это греческие, это и Апенитский полуостров, и острова, и Греция, да, то есть все, все мы это как бы видим, это попадает к Яфету, Яфет от слова, от слова Яфе, да, и это, скажем, группа народов, у которой должно было бы быть развито эстетическое, эстетическое чувство, да, и про Яфета говорится, что он будет жить в сатрах Шема, то есть его умение выразить те идеи, которые есть у Шема, отразить их в жизни, и преобразовать мир, сделать его красивым, а красота, настоящая красота, это ощущение духовного мира, который скрывается за материальным, вот это все должно было быть предназначением Яфета, да, и полукруг, который, полукруг, который смотрит вниз и затрагивает, в основном, охватывает или огибается вокруг в африканском африканском континенте, это хам. Хам горячий указывает на чувство, на чувственный, на чувственный мир, на чувствительность, и мы понимаем, что только вместе сочетание этих сочетания качеств, которые есть или были у каждого из сыновей Нооха, только вместе они могли дать положительный результат. Шем как указание цели, Яфет как способность выразить эту цель и в материи, и в действии преобразования мира, и хам как чувственный мир, глубокое чувство, может быть, в какой-то смысле в противовес Шему, человеку, который смотрит на мир с точки зрения знаний, познания, хам такой мир чувствительный. Вот такое разделение народов и разделение места заселения их. Хаму в основном отведена Африка, африканский континент, и хотя здесь проведена черта, так что мы видим, что она проходит полукруг, этот проходит через Сидон, на самом деле этот полукруг надо было провести где-нибудь несколько пониже, и тем самым обозначить очень четко, что хананские племена, происходящие от Хама, от четвертого сына Хама, они вышли из своей территории, из африканского континента, и захватили землю Израиля, которая принадлежит, которая должна принадлежать Шему. Можно спросить, почему скажем, можем спросить, почему не указываются другие народы, другие группы, все они происходят от Шема, Хама и Афета, и в конечном итоге как бы они призваны каждый по-своему повлиять на мир и они и их потомство. Здесь у нас как бы справа вы видите картинки схематически даны типажи из раскопок в общем-то разных периодов, которые могут представить нам представить себе типажи, которые характерны для Шема, для Хама и для и для Ефета. И таким образом как бы мы представляем себе скажем Девреемим, начало Девреемим, Адам как отправляет точка, как источник всех знаний через Шета и Ноша и дальше к Ноху и его сыновьям. Здесь мы можем пытаться представить себе некоторые даты с точки зрения Торы. То, что нам может быть интересно, то, что потом происходит, когда Шему 100 лет и это 1656 год от сотворения мира или как бы по 1656 год от сотворения мира. А скажем, Бабилонская башня, к которой мы подойдем, будем о ней говорить, Пелег, в которой происходит разрешение, которое происходит в имя Пелега, это 1996 год от сотворения мира, вот, рождение Абраама несколько, раньше, 1948 год от сотворения мира, да, вот, теперь вернемся несколько к Евреямим, да, и посмотрим, как, как нас ведет книга это дальше, да, она описывает нам, она описывает нам, кто произошел от Шема, Хама и Яфета, тут невозможно, наверное, не подчеркнуть, что, хотя, конечно, книга Девреямим не занимается этим вопросом, что после потопа мир изменился, что до потопа человеку была дана огромная сила влиять на землю, влиять на окружающую природу и влиять своим трудом, и даже своей душой, духовными усилиями человек мог влиять на землю, и человек испортил землю, потому что его влияние, влияние его души, оно, его душа, как бы, испорченность его души, она отразилась в материальном мире, и Всевышний, как бы, посмотрел на мир и сказал, что, ну, как же, это мир, который создал человек, не мир, который создал я, был потоп, и после потопа это соотношение души человека, способности влиять на мир, оно изменилось, точнее, оно было просто забрано у человека, такой способности влиять на материальный мир, которая была у Адама и его потомков до потопа, и ее не осталось. и, скажем, после потопа вся земля по сравнению с той землей, которая была до потопа, похожа на мертвую землю, кроме земли Израиля. Здесь соотношение души человека и внешнего мира, влияние со стороны души осталось по крайней мере в какой-то степени, даже если, скажем, в 1%, 2%, похожим на то, что было до потопа, в принципе, земля Израиля принципиально отличается от всех других земель. И еще раз обратим с вами внимание, что мы обратим внимание, что книга Деврей Аемим перескакивает через перескакивает через потопков Каина. Сам Каин, его сын Ханох, для которого Каин строит город и называет именем Ханоха. И Туваль, Каин, который изобретает и железо, и музыкальные инструменты. то есть все вот эти пути развития, пути развития, которые идут в имена Каина, они все пропускаются. И мы сразу книга Деврей перескакивают к Ноху, Шему, Хаму и Яфету. Здесь мы видим сыновья Яфета, Гомер, Магог, Мадай, Иван. Иван, как вы помните, это Греция, она считается основной силой, Яфета основным выразителем как бы вот этой способности выражать красоту. Правда, как мы с вами заранее можем себе представить разделение человечества, неспособность контактировать приходит к тому, что каждый сам развивает свои способности и получается, что ни один народ не обладает полнотой и способностью такого настоящего гармоничного развития со стороны Шема идут народы, которые уходят в духовную сферу полностью. Со стороны Яфета идут такие народы, как Иван, для которых эстетика оказывается превалирующей и оторванной от морали и нравственности. Со стороны Хама мы видим, скажем, давление такого чувственного мира, которое не позволяет развиваться, не приводит к отставанию по сравнению со всем человечеством. То, что та гармоничная картина, которая должна была бы быть, она не, так сказать, не состоялась, не получилось. И после перечисления народов, которые разделяются, мы с вами очень быстро попадаем к Нахор, Терах, Авраам, Авраам, он же Авраам. Очень интересно замечает Девраемим. Также пропускает целую цепочку событий, которые привели от первых шагов Авраама до заключения союза с ним, когда изменилось его имя на Авраам, сразу скачок сыновья Авраамы, Ицхак, Ицхак и Ишмаэль. И здесь мы постараемся с вами поговорить в следующий раз, пока я хочу остановиться и задать возможность задать вопросы и, к сожалению, попрощаться с теми, кто смотрит через Фейсбук, потому что я думаю, что ответить на вопросы будет несколько затрудительным. Те, кто в Фейсбуке, пожалуйста, вопросы с удовольствием в писанном виде, потом я постараюсь ответить. Так, вот я закрыл Фейсбук, я с вами, если, сейчас я закрою share здесь, и мы с вами сможем обсудить, если что-то, конечно, хочется обсудить, пожалуйста, я к вашим услугам. Можно вопрос, Равы, по поводу людей, да, ведь Шимон, колено Шимона было растворено по велению Пустарькова. Да, да. Оно дало эффект вот это растворение в основном нашем колене. Есть потомки непосредственно восходящие к нему в Шимон? Мы не знаем, кто происходит из какого колена. Мы это, мы это знание утратили. В еврейском народе есть, присутствуют все, все 12 колен, они присутствуют в таком перемешанном виде. Важно тот, кто задает, тот, кто задает дух, да, тот, кто стал стержнем, который помог всему народу пройти через долгие трудные годы истории. Относительно Шимона ситуация очень трудная, потому что с одной стороны Шимон действительно был растворен как-то в Иуде, но совсем как бы физически он не растворился, он сохранил свои свои отдельные города, это он сохранил, и когда 10 колен откололись от Иуды и Бениамина, то Шимон, в общем-то, остался с 10 коленами, он присоединился к ним. Не совсем понятно, как это было территориально, но возможно, какие-то города Иуды, они присоединились к Северному Царству, возможно, что Шимон перешел туда, в Северное Царство, но он не остался, Шимон не остался с Иудой, единственный, кто остался с Иудой, это Бениамин. И опять же можем сказать, что направленность и нацеленность Тезары на то, чтобы провести линию к царю еврейского народа, к Давиду, и колено Иуды, как мы представляем себе, фактически является царским коленом, и как бы на это направлена книга Эзры. Я прошу прощения, может быть, я пропустил кусочек, я правильно понял, что Девреемин написано после книги Эзры, я затрудняюсь сказать, но скорее всего, что да, что после книги Эзры, потому что Эзра, она книга, как мы представляем себя, она говорит о насущных проблемах того времени, а Девреемин подводит как бы итог, итог всей истории и выделяет какие-то, как мы говорили, главные моменты в нашей истории. Скорее всего, книга Девреемин была написана позже, чем Эзра и Эфемия. Равзи, можно ли сказать, что статус книги Девреемин, у нее есть какой-то сакральный смысл, вот как в Торе, если мы вот будем считать Гематрии, будем смотреть, как написано, написано ли Фиеруах Кодыш или нет, какой у нее статус в этом плане? Вопрос совершенно правильный, да, мы знаем, что эту книгу написал Эзра, Эзра обладал пророческим даром, и мы с вами хорошо знаем, что наши книги разделяются на пророческие тексты и на пророческие тексты и написания. В общем-то, как бы представить себе представить себе разницу между состоянием человека, который пророчествует, и состоянием человека, на котором пребывает Божественный Дух, и он записывает текст, эту разницу нам представить очень трудно. Иногда начинают говорить, что царь Шламо не был пророком, потому что он написал Писание. Во-первых, у царя Шламо были конкретные пророчества, а во-вторых, тот, кто пишет под влиянием Божественного Духа, безусловно, он является пророком. Это может быть в чем-то, в каком-то аспекте более низкой силы пророчества, в каком-то аспекте более высокая. В любом случае, результат получается такой, что даже если Эзра пользовался записями, которые были сделаны до него, даже если он пользовался записями конкретно Иремиягу, то это не позволяет читать эту книгу просто исторической работой наподобие Леавдиль повести временных лет, которая собиралась на, как известно, на основе исторических источников. Эзра, который тоже мог собирать на основе источников, которые были до него, делал это по божественному повелению, и ни одно слово невозможно выбросить. Не знаю, стоит ли точно сейчас прямо начинать читать гематрии в книге Эзры, но если кто-то попробует это сделать, то это имеет какой-то смысл, потому что книга, она пророческая, и в ней содержится много пластов и много смыслов, так сказать, есть, или смыслы разных пластов, и понятие гематрии к ней тоже весьма и весьма применима. Спасибо. Спасибо. Окей. А язык свитков Ермиягу в Эзер последующий это иврит? Да. Деврей и Мим написаны исключительно на иврите. Ермиягу у него есть несколько арамейских выражений, которые мы с вами тоже вспоминали, когда учили эту книгу. В принципе, книга Ермиягу написана на иврите, так же, как и все книги, которые прошли его редакцию от Яшуа до Малахим, все это исключительно иврит. В отличие от книги Езер и Нехеми, часть написана на арамейском. И что удивительно, скажем, тексты, которые написаны на арамейском, они тоже считаются святыми текстами, из которых нельзя выбросить ни одной буквы. Также и книга Даниэля, особенно, может быть, книга Даниэля, как вы себе представляете, в которой полна скрытого смысла, и арамейский этому как бы не мешает, не делает эту книгу более будничной. Но Девраимим полностью написано на иврите. Равзеев, а скажите, она была найдена в кумранских рукописях? Не могу, не могу сказать, не могу сказать, не помню, но точно утверждать не могу. Ишаяху, безусловно, был найден почти полный свиток, Те-Илим, вот, и такая книга, как книга мудрости Бен-Сира, вот, но относительно просто Девраимим я не помню. Окей, ладно. Ну, хорошо, тогда, если что-то есть, хочется еще спросить, есть какие-то еще вопросы? вот, если вопросов нет, то я надеюсь, что мы с вами продолжим после такого введения, мы посмотрим с вами конкретные отличия, которые есть в книге Девраимим по сравнению с книгой Малахим. Окей? Хорошо. Ладно. Все, спасибо, Баразир. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok